Микс Ньюс Продолжается утро на Болткоме. Алена Борисова, Олег Пеков в студии. Евгений Копеин за звукорежиссёрским пультом. И вот, как мы и обещали, мы сейчас поговорим о фильме, который выходит уже с завтрашнего дня на экраны. И режиссёр этого фильма, Гинс Груба, у нас в студии. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Фильм «Шпион», который мой отец, Спекс Куршман Стэвс. Это картина документальная, основанная на реальных событиях, что вдвойне, наверное, интересно. И я сразу, у меня сразу вспомнилось, что буквально, по-моему, пару лет назад уже была картина тоже посвящённая семейной такой же истории «Мой отец-банкир», вот Евы Озолини. Да, где я был тоже продюсером. Я уже шутил сегодня, что, наверное, я собираюсь сделать какую-то трилогию о женщинах, которые называются Евой, и которые очень легендарные отцы. Да. Каждый по-своему, конечно. Потому что история Евы Озолини совсем другая. Это история 90-х, как создались и пропали наши банки вместе с банкирами. А здесь совсем другая история. Это история холодной войны. Ну, может быть, расскажите об этой истории более… Да, про Иман Лишинского, да, вот эту историю. И про саму Еву, да. Да, Иман Лишинский стал когда-то очень всемирно известным латышским шпионом, потому что он больше, чем 20 лет работал на ЦРУ, находясь здесь, в Риге. Он работал в Комитете культурных связей и в 78-м году начал работать в Объединенных нациях в Нью-Йорке. Официально он считался переводчиком. И в этом году он тоже сбежал и остался в Америке и начал другую жизнь. Стал аналитиком для ЦРУ. И в том смысле он не так уж много во время Холодной войны были случаи, когда высокопоставленные дипломаты стали перебеженцами. Там был, конечно, очень громкий случай. Там Аркадий Шевченко, его руководитель в Объединенных нациях, три месяца до его перебега тоже сбежал. Ну, эти были довольно уникальные случаи. Я понимаю, что в этом фильме рассказывается эта история глазами его дочери. Дочери Евы Лишинской, да? Да, потому что Ева была в Америке. И вернулась в Латвию в 91-м году. Да, как студентка в 78-м году. Она поехала из Риги через Москву в Нью-Йорк и так и не возвращалась до 94-го года. То есть она была поставлена перед выводом. Ну, я фильм не видел, я видел только рекламный, естественно, ролик. Но именно там вот прозвучала ключевая фраза, что она говорит, отец сказал мне, ты должна сделать свой выбор или остаться со мной, или вернуться в Советский Союз. Потому что мама Евы осталась здесь, в Латвии. И, конечно, отец сказал, ты можешь вернуться. Но, конечно, если твой отец станет предателем в родине, в том смысле предателем СССР, потому что он осуждался смертной казнью. Те, которые высокопоставленные дипломаты, которые были КГБшниками, перебегали, они не осуждались смертной казнью. И мы можем только судить. А это не распространялось, простите, на семью в том числе этих дипломатов? Ну, то есть какие-то наказания. В том-то и есть, что, наверное, она, если Еву возвращалась с Латвии, в Ригу, наверное, у нее было трудности, наверное, учиться дальше в университете или найти хорошую работу, потому что это случилось. Или, например, сын Аркадия Шевченко, он, по-моему, начал работать в КГБ. Это было, по-моему, единственное время для него. Да, и, кстати, по-моему, его даже завербовал сотрудник ГРУ Резун. Резун, да, именно. Да, тот самый вот Суворов, да, там прямо вот такая удивительная история. Этот шпионский мир очень маленький, потому что я когда, ну, где-то два месяца назад читал книгу о другом перебеженце, Олеге Гордеревскому, который тоже был очень знаменитый, он работал в Лондоне, и для Лондонского во время Холодной войны. И все эти истории как-то очень близкие. Похожие? Похожие, близкие, и тоже там совпадают люди, персоны, которые там участвовали, потому что, наверное, это такой, ну, эти игры шпионов, они не происходят, по-моему, большого масштаба. Но ваше документальное кино, оно снято по книге, вышедшей в 2016 году, с Торбдивом Пасаулем, который тоже рассказывает о Иманте Лишинском. Нет, это книга, больше там статьи самого Иманта Лишинского, которые Ева собрала из своих архивов. У нас были доступные дневники Евы, которые она вела тогда в 78-м, 79-м, до 80-х годов, которые были совсем, ну, другие, которые никогда не опубликались, потому что они были очень личные. И тоже другие личные документы, которые до сих пор не были доступны. Это более эмоциональная история молодой женщины, которая родилась в семье шпионов. Что это вообще означает? Потому что я не знаю, что означает. Ну, сейчас вы ответили для себя, что это означает? Ну, это очень, в каком-то смысле, человек уже поставлен в ту ситуацию до своего рождения. Потому что если твои родители выбрали стать шпионами до того, как ты родился, тогда ты уже родился в каком-то определённой ситуации, из которой бить вообще-то невозможно. А в каком возрасте она узнала, кто её родителей поняла? Ну, то, что родители работают на ЦРУ, отец работает на ЦРУ, она узнала только в Америке, когда ей было 20 лет. А это всё было уже до того. Тоже мама. А мама? Мама. Уже это было, по-моему, ей даже не было года. И никогда она не подозревала, кто её родители? Ну, конечно, если как маленький ребёнок, ну, может быть, мы можем мечтать, что... Нет, до 20 лет, да, никогда не было ничего. Нет, ну, мама им сказала, когда ЕГЭ был 16, по-моему, после развода родители, что твой отец работает на КГБ, ну, что означает на КГБ, ну, там, ну, некрасиво, но... Но он действительно, вот я хочу спросить, вот он был двойным агентом, то есть он был и работал на КГБ, и на ЦРУ, да? Получается, что сначала Имат Лишинский и его супруга, они были сотрудниками Комитета государственной безопасности, то есть они обучались... Да, там история такая, что Имат Лишинский закончил МКИО, так он называется по-русски, институт, где подготовил всех дипломатов, и после этого его и его жену, маму Эву, хотели готовить шпионами для жизни в Германии, ну, чтобы они стали германцами. То есть дипломаты, которые будут, ну, на самом деле, ну, под прикрытием дипломатическим... Ну, свои не связи чужих, да, да, да. Да, вообще-то не, чтобы они стали, как в сериале американцы, чтобы они стали немцами. А, немцы. Да, я говорю, свои, да, чужие среди свои. Но это не случилось, потому что тот ответственный персонаж, который был в то время в Москве, который должен был заниматься подготовкой, он сам сбежал. И поэтому уже это была очень такая, ну, не очень убежденная ситуация. И вообще-то КГБ не очень тоже хотел самого Лошинского потом пустить на Нью-Йорк, потому что, ну, вы знаете, он там латыш, родился в 30-е годы, ну, тоже очень сомневательно. Ну, потому что генерал Дроздал это писал в своих мемуарах. Он еще жив, по-моему, ему больше, чем 90 лет, и он руководил весь этот, как я бы, штаб в Соединенных Штатах во время Холодной войны. И он, в прошлом году вышли его мемуары, где он там пишет, что он вообще-то не был, он не хотел, чтобы пустили Лошинского там работать. Мы знаем о том, что, вот вы сказали о том, что приговаривают к смерти, учитывая, что человек живет на Западе. Каким образом этот приговор, ну, то есть, насколько этот приговор для него представляет угрозу? Ну, мы знаем историю со Скрипалями, которые там вот, ну, то есть, вот действительно, это была вот, ну, угроза, которая надвисла на человека. Да, но мы искали, потому что и Малышинский с возраста 60 лет в 85-м году умер в Вашингтоне в парковке у супермаркета. И, конечно, вопрос, умер ли он натуральным, непонятным причинам. Мы, конечно, эту историю проверяли. И мы нашли другого перебеженца в Вашингтоне, Олега Калугина, который в свое время был ответственным в МИДе в Москве. Он перебеженец откуда? Он сбежал в посередине 90-х. Он был высоко поставленный чиновник в МИДе СССР, который был должен, был ответственным принять меры от тех людей, которые перебегали. Да, да, да. И тоже его, есть версии, но это там нужно смотреть фильм, как СССР и США работали в то время. Но это, конечно, ясно, что его Малышинского пытались найти, потому что он вообще... Потому что комитет госбезопасности работал же и в Америке, да, где, собственно говоря, где он остался. но это тот самый Дроздов, о котором я говорил. И он тоже очень много путешествовал в начале 80-х. Он путешествовал в Швецию, в Германию, в Англию и выступил. И тоже работал, сколько нам известно, вместе с разными странами и после этого некоторых так называемых дипломатов, шпионов латышского или эстонского происхождения выслали из этих стран после того, как Иман Слешинский, наверное, указал на них. Насколько... Вот было ли искушение снять, я не знаю, это же сюжет, можно сказать, для такого боевика, просто можно было снять художественный фильм, шпионский триллер, вот почему документальная форма? Ну, вообще, есть то, что я знаком с дочерью Иман Слешинского, потому что мы когда-то вместе были коллегами, когда я писал для журнала Риггс Лайкс, и я всегда рассказывал все эти истории, они как-то, ну, очень уникальные, я слыхал, я думал, я всегда сказал, что это голливудский триллер, и я думал, что, может быть, ну, я посоветовал, может, Эва, ты можешь роман написать об этом, потому что она очень хорошо тоже пишет, но как будто это не вышло, и я тогда пригласил своего друга, коллегу, Яка Келми из Эстонии, который сделал более чем 10 лет назад очень чудесный документальный фильм, фильм «Диско» и «Атомная бомба» о своем детстве в Советской Эстонии, где все дети боялись атомной войны, и я думал, что, ну, очень такая с юмором поставленная картина была, и я думал, что, ну, у эстонцев как-то этот юмор лучше, чем у латышей, и, может быть, мы из этого шпионской истории имеем... Вы имеете в виду, посмеяться над временем? Нет, потому что там эта серьезность шпионская, она как-то тебя... Ну, на этом можно посмотреть тоже по-другому, и понять все эти игры, которые были в то время, не посмеяться над временем, но посмотреть на том с какой-то другой точки зрения. Ну, когда мы получили все дневники и делали интервью с людьми, которые были связаны с историей, какой-то особый юмор не вышел, конечно, но вышла очень такая эмоциональная история молодой женщины в контексте ее жизни и всего вообще-то до конца 20 века. А скажите, насколько было много использовано архивных каких-то кадров, где вы искали какие-то съемки тех лет? Да, это было для меня очень... Я был удивлен, что когда мы начали, у нас были очень огромные архивы самого иманта Лышинского, которые Эва нам дала, но я думал, что не будет ничего снято самым иманом Лышинским, но это не было правдой, потому что мы нашли из шведской телевидения были сюжеты и интервью сделанные тогда с Лышинским было снято в Америке его выступление, так что мы нашли действительно очень уникальный киноматериал, который мы тоже использовали в фильме, да, но мы очень хороший фотоальбом сделан в Америке, как все было, она такая, ну, в каком-то смысле хорошая и плохая дочь шпиона, все очень четко документировала, и это дал нам поводу делать реконструкцию, фотореконструкцию тех событий, как будто это в результате получилось, как есть такая психотерапия драмы, да, где у человека просит с актерами реконстрировать некоторые жизненные ситуации, и вместе с Евой, используя ее дневники, мы поставили некоторые события тех времен заново, и это тоже в фильме, мы как-то использовали два разных элемента, документальное интервью с людьми, которые были связаны с историей, и эту реконструкцию. при создании вы работали и с общественным телевидением Чехии, Литвы, если я не ошибаюсь. Чехия, Финландия, Германия. Почему этот реал? Потому что большие фильмы в наши дни, потому что я тоже много игровых фильмов делаю, не только документальные, но если ты хочешь поставить какой-то большой фильм, если твоя страна не празднует столетия, очень трудно найти финансирование для того, и нужно, и все наши, все фильмы большие, которые, в последнее время создались все равно документальные, игровые, а не копродукции нескольких стран. Это совершенно нормальный опыт, как это создается. И эти очень серьезные телеканалы, там работали очень ответственные редакторы вместе с нами, которые нам помогли. Наша общественная телевизия не принимала в этом участие? Да, тоже в конце пришла тоже. Мы начали по-моему с германской телевидения, чехской телевидения и финской телевидения. потом, когда уже был сделан окончательный монтаж, нам удалось тоже показать латвийскому телевидению, что есть смысл. Премьера картины уже составилась, я знаю, что ее показывали на Шеффилдском фестивале в Великобритании, по-моему. Да, это было очень... Там сама Эва тоже участвовала, я уже смеялся. И реакция публики была очень эмоциональной, потому что участие героини в фильме, не так уж тогда режиссеры или продюсеры участвуют в фестивалах, но когда сам герой после сеанса приходит на сцену, это вызывает в публике очень эмоциональную реакцию. был очень такой трогательный вопрос и ответ на тематику того времени о жизни Евы. И то, что мне нравилось, что было очень много молодых людей, у которых в моем представлении холодная война того времени как будто приняла такой статус средневековья. но сделанный монтаж фильма как будто показывал мне, что все правильно, все поняли. А какие вопросы задавали Великобритания? Что интересовало больше всего? Или было непонятным? Нет, у них было всего более интересным, потому что это жизненная история Евы через его ситуацию связанную с отцом. То, что интересовало людей было, что произошло дальше, потому что мы закончили историю с того временем, когда Ева получает обратно свою идентичность, потому что у них была другая идентичность в Америке. И после того, как распадала еврейская стена... Не чувствовала себя латышкой там, находясь в Америке? Нет, имеется в виду, что они получили по программе защиты свидетелей другие имена и другие... А, я поняла, И потом, когда Ева получает обратно свое имя Лавашинска и может путешествовать свободно в Европу, тоже в Латвии, тогда и заканчивается тоже наша история фильма. У зрителя всегда интересно, а что дальше? А чем закончилась действительно, может быть, историю сейчас, чем она занимается? Писательница, переводчица? она стала очень известной и хорошей журналисткой, в журнале Ригис Лакс написала, хорошая публикация, но она очень серьезная переводчика и переводит стихотворения, романы в Латвии, занимается такой очень высокопоставленной, ну, я думаю, одна из самых лучших переводчиков из английского на латвичский и наоборот, не только, но тоже на русском она перевела нам несколько текстов, по-моему, мы работали сценарием Алексея Учителя в фильме Цоя, там тоже, я бы помогла нам перевести что-то. Вы сказали, что вместе работали и заслушивались ее рассказами о ее семье, о ее личной истории, когда работали вместе в Ригис Лакс. А сейчас вы обсуждаете вот, что сейчас? Вот она вернулась, она рада, как она на это все смотрит, это что-то непонятное, ну, какие сейчас у нее чувства, да, то есть есть какое-то, может быть, несожаление, потому что вот именно такая семья, это вот, как вы уже сами сказали, это вот предначертано, да, когда вот ребенок рождается там, ты уже фактически находишься под прицелом, у тебя не всегда есть возможность выбора, да, то есть уже что-то предусмотрено тебе. у меня очень трудно ответить вместе с Евой, это вам, наверное, вы должны спросить ей, потому что, по-моему, я очень благодарен, что она хотела эту очень свою личную историю нам рассказывать, потому что это не так уж обыкновенно поставить одна вещь, роман или игровой фильм, а совсем другая история в документальном фильме, когда ты действительно присутствуешь со своим отцом, со своей мамой, со своими секретами, сказанными, несказанными, но там это очень, я очень благодарен за эту искренность, которую она подарила вообще-то. У нас на самом деле заканчивается время, огромное спасибо, говорим, Гинз Груба, но на самом деле я понимаю, что будет еще повод, наверное, когда приближаться будет фильм о отцове, поговорить, может быть, о вашем участии в этом проекте, Алексея Учителя, насколько я понимаю, вы тоже принимали участие. Да, мы были локийские ко-продюсеры, но этот фильм будет в следующем году. Да, вот это прекрасная тема для следующей уже встречи, а пока... А на больших экранах «Мой отец-шпион» появится уже завтра. Уже завтра, завтра вечером уже можно идти в кино и смотреть. Спасибо вам большое, до встречи. Спасибо.